Всем привет, друзья! С вами Чейнджер и это Horizon Zero Dawn. Мы смотрим, как крокодил очень подозрительно ползет близко к нам. И это сильно напрягает на самом деле. Но давайте, я уже отметил на карте вон ту локацию, где зараженная зона 32 уровня. У нас, кстати, только 33 уровень, то есть это будет очень жестко. Попробуем, попробуем. Чё, собственно, терять? Давайте, давайте хардкорить, давайте веселиться, чё, в конце концов. А то Иш там тоже мне таится, чё-то там пробовать. Проходить игру, знаете, пробежать. Нет, игра интересная, мне очень нравится. И я думаю, давайте изучать мир. Так, шкура кролика, я не знаю. Так, 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 отлично. Так, отлично. Давай, очистим зону. Не вопрос, давай только уберем значок. Рок-брейкер. Да ё-моё, серьёзно. Я вспомнил, это же тот, с которым мы в каньоне сражались-то тогда. Блин. Чувак. Не, ну это, это... Это жёстко. Их двое, да? Блин, не, ну это... Надо залезать наверх по-любому. Просто на... На поверх... Просто так на поверхности, в открытую с ними сражаться, это не вариант. А сюда он не хочет, да? Элой. Элой, ты понимаешь, что это спасёт нам жизнь, если ты залезешь сюда? Подумай по этому, подумай. Хочешь ли ты сражаться с ними в открытую? Их двое, да? Так, ладно, давай. Вот так вот. Угу. Ну, в принципе, вот так, если он не будет на нас сильно агриться. Давай ему. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Я поступил как настоящий профессионал и сагрил всех. Отлично. По-моему, по-моему, отличная идея была. Просто... Просто на миллион. Давай, пацаны, успокаивайтесь. Тут нет никого. Тут нет никого. Не кидайтесь меня своими камнями. Ничего не делайте. Просто, просто. Пожалуйста. Давай, давай, землеройки. Успокойтесь. Блин, ну... Как-то не очень. Не вариант. Что можно... Да, хорош. Нет, нет, нет. Кувыркаться надо аккуратней. Шок. Давай попробуем вот этой. А на что у него... Подожди, дайте я все-таки посмотрю. На что у них... Так, рок-брейкер. К чему они? К заморозке, к заморозке. Все, тело к заморозке. Все, тогда не будем даже тупить. Тогда берем стрелы заморозкой. Крафтим, крафтим, крафтим. Пока есть возможность, лечимся. Тихо, 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 братан. Братан, успокойся. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это вот непросто. Это отнюдь непросто. Совсем непросто. Ну ладно, вот того мы почти ушатали, если так можно, конечно, сказать. А он еще сейчас на нас, как крокодилов, сагрить будет вообще шикарно. Он будет просто прям отлично. Тихо, 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 тихо. Надо вот найти вот такие места, короче, откуда мы не будем падать. Ну и куда они не будут добивать нас камнями, откуда. Да, как жесткие парни-то они какие. Тихо, успокойся. Давай подсветим хотя бы. Куда стрелять? Давай попробуем вот такой шмальнуть сначала, а то что-то я не использую. Ну правда, у них все наверху, и так, в принципе, это бессмысленно. Давайте попробуем заморозить опять. Одного бы завалить, и уже стало бы попроще. Но мы заморозили, кстати, не того, которого надо было. Ну да, в принципе, по барабану. Так, хватит тебя, успокойся, дружище. Че, блин, за дрожь земли-то началась? Такой фильм был, если кто не помнит. Или... А лучше это прям Дюна. Тихо, 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 братан. Тихо, 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 братан. Ой, как плохо-то все, а? Давай, скрафтим вот таких стрел и погнали. Вылезай, дружище, ты где? Ты где, друг? Давай вот так лечиться, потому что... Ну, этот уже готов почти. Ай, как плохо, да? Но ему осталось пару выстрелов. В принципе, ладно, хрен бы с ним. Не жалко стрел. У нас дофига всего ресурсов. Это мы накрафтим не вопрос вообще. Да умирай ты уже, а! Где твой напарник-то, ну? Бежу. Берем опять заморазовающие стрелы и вперед. В принципе, вот так вот нормально. Ну все, осталось-то ему один-два выстрела. Давай даже не так, конечно. Подожди. Вот тройничка засадим. Есть. Вот и все. Вот и все. В принципе, отлично. Очистили зону. Потренировались в стрельбе. Потратили ресурсов. Ну, почему бы нет? 34 уровень получили. То есть у нас 3 очка навыков. Что вкачивать? Теперь вопрос. Давай, наверное, вот это возьмем, потому что это полезно будет. Но вот это не знаю, имеет листь. Пока, наверное, не стоит. Потому что когда низкое здоровье, понятно, лучше усиливает атаку. Но, блин, не надо сражаться, когда низкое здоровье. На мой взгляд. Так, максимальное здоровье. Бегемот. А мы видели бегемот франч? По-моему, нет. Вот это он здоров. Бегемот здоров. В принципе, они и в жизни огромные. Я имею в виду, даже не те, которые... Даже не те, которые... Механические. Обычные бегемоты, конечно, что я... Я отвлекся. Давайте посмотрим, полутать с него можно. Здесь чем-нибудь упало полезное. Тридцать девятый тир. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо. Это замечательно. Давай зелень-лечилочку подбираем. Подбираем, подбираем. Надо бы найти, конечно... Наверное, как-нибудь озабочусь. Правда, не знаю, когда. У меня такой запар на работе, друзья мои. Я поэтому... Серии пока... Ну, как я и говорил, выходят не очень часто. К сожалению, хотелось бы, но... Вайлдлэндс еще тоже постараюсь... Постараюсь как-нибудь войти в тонус. Но у меня, на самом деле, столько работы. Поэтому я... Хочется... Я хотел сказать, что между сериями хотел бы озаботиться и выиграть дофига этих охотничьих состязаний, чтобы нам дали какие-нибудь крутые луки. Ты кто? Ты нам не нужен. Нам нужен пилозуб. Где трупец-то его? Блин, ну серьезно? Ну, тут мы уже... Того мы уже лутали. Где еще один труп-то? Он около реки, да, он был. Тихо. Да, вон, вон, труп. И все. Замечательно. Замечательно. Так, солнце слепит. Прямо все как в жизни. Так, давай, полутаем, полутаем. Индюшку тоже надо убить, потому что, ну, просто как бы нехорошо. Нам нужно зелье, во-первых. Енот, енот, енот. Стой, 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 стой. Скажи мне, что дропнул шкуру. Да. Это замечательно. Это шикарно. Давай. 41 урон. Это отлично. Давайте смотрим, что у нас есть. Ой, где нам нужен был енот, кто помнит? Вот это. Давай, крафтим сразу, чтобы просто забыть все об этом. Для робкастера, а мы даже им не пользуемся. Ну, просто, чтобы было. Осталось, осталось только найти что? Подожди. Нет. Для кость рыбы, в принципе, и все. И все на этом. Давай, зелье. Блин, одно зелье только можем скрафтить. Это очень плохо. Давай, откроем вот это. Дальше. Что я хотел сказать? Я хотел посмотреть, что у нас по оружию. Но у нас, в принципе, ничего нет с такого модификации. Надо все продать, которые плохие, потому что нас уже забит под завязку модификации. Надо найти торговца и избыть ему все это по дешевке. Ну что, давайте двинем дальше по сюжету. Ну, вернее, отметим этот квест. И, в принципе, вот так и пойдем мимо костра. Здесь тоже есть костер, но здесь охотничьи угодят. Прямо дофига всего, на самом-то деле. Давайте не будем, ладно. Я хотел сказать, давайте костер откроем. Да нафиг надо, он тут близко. Тут костры рядом, так что это не так критично. Побежали. Я не знаю, выполним мы или нет. Наверное, нет. Мы добежим в этой серии, потому что тут тоже опасные чувачки кругом. Заодно можно этот цветок, наверное, найти. Ну, просто чтобы был. А в следующей серии тогда будем выполнять этот квест. Посмотрим, кто нам на пути еще встретится. Да, вот эта зона была опасная. Они, блин, жесткие парни. Но тут как? В принципе, не знаю, сражается ли кто-нибудь с ними честно. Но мне честно в том плане, что на поверхности. Потому что, ну, блин, это жесть. На поверхности это, по-моему, слишком круто. По крайней мере, для меня это, блин, ну не знаю. Я бы не затащил точно. Вот прям инфа сто процентов. Даже одного тяжело завалить, а двух-то это будет вообще жесть. Они тебя разберут просто по частям. Давай, крокодилов не будем агрить. Пока они нам, в принципе, пускай там... Пускай они своими делами занимаются, а мы своими. Лиса, мне нужно твое мясо. Кость твоя мне не нужна. Если бы ты была рыбой, я бы порадовался. А так... Цветок здесь вот, да? Да. А, мы даже еще не добежали до цветка. Я-то думал, уже все поблизости. Давай тогда наверх заберемся и посмотрим оттуда. Вот он он. Вот мы и нашли цветок. Замечательно. Цветок мы... Я не это хотел сделать, я хотел убрать маркер. Ну все, погнали теперь дальше по нашему заданию. Вот это я кривой с первого выстрела. Ну ладно, второй выстрел всегда есть. В запасе. Так что... Так что нормально. Идем мы... Идем мы вообще в неправильном направлении. Поэтому давайте вот так вот как-то срежем. Кролик. Вот это вот внезапно было. Это кто? Скраперы. Это уже... Уже такие просто противники ни о чем для нас на самом-то деле. Вот в начале игры они пугали, а сейчас они только раздражают. А вот те вот ребята до сих пор вызывают страх. Не, они жесткие. Вот эти огромные быки, которые бычат. Рамплеры. А мы видели их вообще, честно говоря? По-моему, да, да, да. Это тот, который мне напоминает демонов древнего мира из Властелина колец. Да, да, да. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну что? В принципе, мы идем пока нормально. Блин, тут очень жесткие пошли владения прям. Кабан. Ты в курсе, что мне нужно твое мясо? Мне нужно крафтить. Крафтить зелье лечения. Два зелья лечения, это вообще ни о чем. Это прямо не то, что ни о чем. Это на таких противниках, которые сейчас у нас пошли, это даже как-то смешно. Смешно и неловко в то же самое время. Зато нам, в принципе, для крафта больше не надо. Шкуры зверей. Осталось только кость рыбы найти. И посмотрим, что к чему. Так, давай. Продолжаем. Продолжаем. Выходим на дорогу. В принципе, вы видите, что здесь костерок есть. Давайте, наверное, сделаем крюк. Просто, чтобы, я уверен, что в этом краю тоже надо будет что-нибудь делать. И просто, чтобы у нас был костер сразу открыт. И тогда это все проще станет. Такая у нас исследовательско-убивательская серия. Ну, как и должно в этой игре быть, наверное. Такая у нас есть костер, которая выглядит так быстрее, как в этой игре. Мне лучше быть осторожным. Тихо, тихо. Тихо, братан. Все, все, красавчик. Красавчик, ты меня потерял. Все, и теряй дальше. Нет, мы просто бежим туда, вдоль, вдоль. Все, я просто запутался в этой краю. Я птеродактилей. Да хорош уже, сколько тут всех-то. Это просто кругом, кругом кто-нибудь хочет меня убить. Как так-то? Это не честно. Я никого не хочу. Я мирный охотник. Вот хотя бы глейзеры. Они приятные. Они безопасные. Они просто так вот своими делами занимаются. Давай как-нибудь вот обойдем мимо них. Как бы так пройти, чтобы не сильно их тревожить-то. А с другой стороны, ну, если он хочет, чтобы его убили, почему не уважить, правильно? Надеюсь, в Питч-Тефе есть торговец, с которым можно сбыть все, что у нас есть. Потому что у нас просто неимоверное количество шлака, который нам не нужен. И это не очень хорошо. Так, это здоровячки. Давайте их не будем тревожить. Мы просто пробежим. Костерок еще один на пути. Замечательно. Я предлагаю даже там у него сохраниться, у этого костра. Потому что... Вот именно. Нельзя быть слишком подготовленным. В том числе быстрое сохранение еще никому не вредило. Правильно ведь? Давай. Ну вот в отдаленных районах, кстати, надо сказать, вот на севере, грубо говоря, если это вот север, как по карте так судить, вот в них особо нет ничего. Так они более пустынные. Просто что дофига опасных... опасных тварей. И также костров даже меньше становится. То есть это не очень... Такие опасные территории, прям дикие. И это не может быть хорошо для нас. У нас, кстати, 34 уровень. Я только что заметил. В принципе, мы получили уровень, но я забыл, что это был 34. И вполне себе приятно. Давай, где мы? Где мы? Где мы? Мы вот тут. Нам надо двигаться. Это что еще? Нет, 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 нет. Найдите ковер. Ну, что, вам помочь, что ли? Беспомощные вы, вообще, никчемные создания. Я с обычной стрелой завалил его издалека. Они там что-то толпой пытаются его завалить, а то никто ни на что не способный без меня. Ну, собственно, ну, а что ожидать от них? Они не прожили такую суровую жизнь, как Элой. Поэтому, что тут? Что тут удивляться? Ну, вон, погнали. Ух ты. Лесопилка, ничего себе. Прикольно. Прям, может, на превьюху пойдет, не знаю. Посмотрим. Интересно как. Где костер-то? Костер, вот он. Замечательно. Не будем, наверное, сохраняться, потому что мы почти пришли, и там есть еще другой костер, и вон торговец. Отлично. Но я не думаю, что мы будем с кем-то разговаривать, по крайней мере, по сюжету точно. Мы просто придем, наверное, с торговцем поболтаем, продадим ему все, что можно. Скупим у него, если у него что-то есть полезное. Питч Клифф. Давай, 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 давай. Это, наверное, Питч Клифф. Да, это так и есть. Заодно посмотрим, есть ли у них какие-нибудь побочные квесты тут. Но пока что-то не видать никого. Это у них, походу, тут кузница. Понятно. Они тут кузнецы. Все с вами ясно. Индюк. Наверняка не убиваем, но я не буду проверять. Костер. И торговцы, да? И никаких сайд-квестов. Ну ладно, давай тогда пойдем к торговцу. Пойдем к торговцу, посмотрим, что к чему. Слушай, я не хотел с тобой разговаривать, хотел к торговцу прийти. Но нас вынуждают. Вот он, наш кореш. Николай Морадский парень. Так, у него было много времени, чтобы все исследовать. Лучше поищем его, ты чертовски права, он сказал. You got them right. Ну не так, конечно, но... Кто смотрел этот фильм, тот знает так, о чем я говорю. Так, ну давай, у тебя выглядит, в принципе, и неплохо, что ты продаешь оружие. Что у тебя есть из оружия? Блин, ну вот, кстати, бомбы можно как-нибудь попробовать, но... Вот это, не знаю, честно сказать, это... Это болтамистый арбалет, по сути. Ну не знаю, мне, честно сказать, не очень он хочется, не очень мне нравится. Он как... А урон у него крошечный по сравнению с луком. Так я, честно, даже не хочу его пробовать. Просто мне очень нравится то, что у нас есть. Вот луки, они прям крутые, мне нравятся. Аутфиты, костюм, блин, прикупить. Но тоже ничего, понимаете, пока... Вот лучше, чем у нас, мне ничего не нравится. Я даже вот как-то расстроен по этому поводу. Не знаю, расстроен или нет, но... Продаем модификации, короче. Вот это все вообще... Нафиг. Все зеленое продаем сразу. Синие пока, наверное, оставим просто, чтобы инвентарь был полным. Я понимаю, что мы не будем это использовать, но, знаете, как обычно. Сначала-то жалко продавать, а потом думаешь, а нафига мне это все надо? Давай, продаем, продаем, продаем все. Такие у нас уникальные, тогда, наверное, их не будем продавать. Ну, вот эти две можно... Но это на уже... На улучшение именно костюмов. Ну, не знаю. Ну, пока 42 и 70 пусть будет. Так, дальше что? Ресурсы. Что у нас тут из барахла? Давай, шкуру кролика, возьми себе. Это тоже. Блин, у нас дофига, на самом деле, всего-то. Давай продадим стак вот этих, потому что они по 5 только стакаются, место занимают. Кости, да, кости вообще больше не нужны для крафта. Кости только место занимают. Остальное... Да дофига всего есть, на самом деле. Давай, спаркеров тоже продадим всю сотню. Быстрее, быстрее, быстрее. Давай даже две. Просто, чтобы освободить место, то у нас дофига всего, а толку от этого как бы не очень много. Нет, да подожди, не та кнопка. Я хотел посмотреть. У тебя есть... Давай вот эту возьмем себе. Давай откроем даже вот эту коробку, купим дорогую. По барабану вообще у нас дофига всего. Амуниция. Сколько бесконечный тревел-пак стоит у тебя есть? Вот, подожди. Давай, купим вот это. Вот так вот. И полного здоровья тоже. Чтобы было. Ресурсы. Подожди, бесконечный голден. А, шкура, короче, лисы нужна. И пленжирное мясо. Это мясо нам нужно, да. Мясо нам нужно для зелелуан. Понятно, короче. Давайте откроем, что мы там взяли. У нас вот эту обычную, бесплатную. Вот, нормально здесь. 28, не издеваетесь. Просто к огню сопротивление. Ну, хотя сопротивление к огню, почему нет? Если мы сюда... Что у нас здесь стоит? 29. Серьезно? Давай, у Т-31. Здесь что у нас? У нас сейчас сопротивление шоку. Ну, давай так. Немного осланул. Будет получше с шоком. Пусть будет. Так, ничего страшного. Да, именно так. Так, ну что ж. В принципе, получилась неплохая такая серия. Мы взбодили, зачистили зону. Пришли по сюжету дальше. Стоим такие напротив торговца и нашего друга. И посмотрим его, собственно, в следующей серии. Пойдем выполнять этот сюжет. Искать его сестру. Ну что ж, друзья. С вами был Чейнджер. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. И увидимся в следующей серии. Пока. Пока.